Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня у нас очередная рубрика, очередной понедельник, рубрика «Уловы с барахолки». Вот мои все уловы. Вот это, видите, как я, как очень плохой актер, пытаюсь играть на публику. Но не зато. Прошли выходные, была барахолка. Я считаю, что наконец-то барахолка начала давать свои плоды. И я немного прибарахлился на барахолке. Я прибарахлился вот таким вот пакетом кассет. Я прибарахлился очередным «Панасоником» 200-м. Предупреждаю хейтеров сразу. Когда мы будем аборзевать «Панасоник», я докажу о том, что это не один и тот же я снимаю. Я просто вам покажу все сразу. И вот еще такие вот вещи. Тоже к 200-му «Панасонику». Но скажу сразу, это я купил именно вот с этим вот аппаратом. То есть, я взял «Панасоник» с инструкцией, с родной. Еще мне пообещал продавец, что даже попытается найти чек с каштана. Это аналог российской березки. В Украине это был каштан. Они покупали его в каштане в 87-м году за 1000 чеков. По крайней мере, мне так рассказали. Я врать не буду. То есть, за что я купил, за то я и продаю. Если принесут мне этот чек, это будет вообще шикарнейше. То есть, будет, грубо говоря, магнитофон с полной историей. Вот. Кассетки, в принципе, мне достались довольно-таки дешево. Есть очень интересные кассеты. Ну что, давайте-то, наверное, начнем. А начнем с чего? Я так думаю, что мы начнем, наверное, с кассет. Быстренько пробегимся. Что за кассеты я купил. Тут есть очень интересные вещи. И потом мы, наверное, будем смотреть больше на сам магнитофон. Итак, кассеты. Так, быстренько вскользь пробегу. Что взял? ТДКшка. Ничего интересного. Вот попалась такая хитачка. Помните, у меня было видео, там, где мне мой подписчик Игорь прислал кассеты. И вот там были вот эти вот хитачи, только, кажется, 90-минутные. Вот я сейчас не помню. И вот сейчас мне попадаются вот именно эти же хитачи. Но это просто какой-то нонсенс. Единственное, что я купил, кажется, две штуки. Одна только есть в оригинальной коробке. А эта не в оригиналке. Так, ну что у нас тут дальше? Это вообще неинтересно. Вот. Вот такой бас. Вот она, эта хитачи. 60-минутка. В родной коробке. С родной упаковкой. Хорошая кассетка. Интересная, довольно-таки интересная. Вот попалась Саньо. Си60ЛН. Ну, к сожалению, не родная упаковка. СНС. Ну, это то такое. ТДК. А90. Денончики. ДХ1. Шикарные кассеты. Вот эту взял. Грубо говоря, пришлось, что ее взять, потому что у человека не было сдачи. Уже приходилось там добивать до круглой суммы. Ну, кстати, это ЕФК самая первая. Видите, непрозрачные. Да, это оригинал. То я глянул, так запнулся, думаю, мало ли, может быть, это подделка. Ну, забрал, ради бога. Еще один Денончик. Конечно, они все убитые и уваленные. Почему взял? Потому что вдруг здесь хорошая пленка. Если хорошая пленка, если она будет калиброваться, то она всегда везде пригодится. Еще один Денончик. Еще один Денончик. А! Еще одна Хитачи такая. Гляньте, какая она пыльная. Только что-то там с пленкой произошло. А, значит, у меня три таких Хитачи. Ну и отлично. Будет кому-нибудь на подарочек. Под запись. БАСФ. Один из самых первых. Л.H. Од. Тоже какая-то кассета. Ну, это, скорее всего, наверное, подделка. Какая-то плаца. Но зато хром-диоксид. Хром-2. И даже предоходители правильные стоят. И вот еще какая-то кассета. Сана. Это то, что касается кассет. Знаете что, я так подумал, коллеги. Вы мне скажите. Может быть, мне стоит потом более детально. Посмотреть на эти кассеты. Потестировать их. Позаписывать. Как вы думаете. Ваше мнение. Скажите. Да-да. Нет-нет. Если что, мне ж не тяжело сделать еще одно видео. Ну, что ж. А теперь давайте, наверное, переходить к вот этому аппарату. Потому что я его не включал. Потому что на барахолке негде было его включить. И мне очень интересно глянуть его работоспособность. И вообще его поближе вам показать. Так как я и говорил в начале видео, чтобы меня хейтеры потом не захейтили. Я вот вам сейчас покажу то, что у меня... Что я снимаю не один и тот же монетафон. Так, вот это аппарат с видео. Тот, который я купил на аукционе за 65 долларов. Вот такое он сейчас у меня состояние. А вот это вот аппарат. Тот, который из второго видео. Там, где мне его подписчик прислал. Точнее, как прислал. Я купил его у подписчика. Так что вот у меня получается их сейчас уже три. Вот за этот аппарат скоро выйдет видео. Потому что я его сейчас ремонтирую. Он практически на стадии завершения. А стадия завершения у меня сейчас на фазе... Ой, господи. Нельзя господавцу их, конечно, вспоминать. Но не зато. В стадии поклейки подвесал. Спасибо подписчику моему, который меня консультировал. Очень довольно-таки долго. Я много чего подчерпнул с нашего разговора. Я думаю, поймет подписчик, о каком я говорю. Но, кстати, как вот эти вот заусенцы поубирать? Ну, то будет другое видео. Так что вы убедились, что я никого не обманываю. Вот у меня их. Теперь три. Теоретически солить уже можно. Ну, и теперь тот аппарат, который я купил на барахолке. Выглядит он... Ну, как вам сказать? Он довольно-таки грязный. Его нужно мыть, отмывать. Потому что, как сказала... Сказала она была. Как сказала продавец. Что он стоял на кухне. Одно время работал. Потом почему-то работать перестал. И они его убрали. Но видно, что на кухне. Потому что... Вот, сейчас сразу даже покажу. Вот эти вот следы жира. Тут пооставались. Но это очень хорошо, я вам скажу. Коллеги, если кто-то будет себе покупать аппарат вот такой вот бэушный. И увидите жир на его поверхности. Берите. Не пожалеете. По одной простой причине. Потому что жир это шикарнейший, великолепнейший консервант. Вот. Как обычно. Теоретически и в принципе. Естественно. Подвесы посыпаны. Тут это такое дело, что ни для кого не секрет. Это 200-ый Panasonic. Это теоретически так же, как и Cobra 75-го. Которая всегда сыпятся подвесы. Общий вид магнитолы. От себя что хочу сказать. Наверное, это будет самый лучший. По внешнему состоянию. Не смотрите на эту грязь. Я уже своим опытным взглядом могу сказать то, что это все отмоется. И он будет очень хорош. И почему он будет хорош? Потому что видите, здесь практически ничего не затерто. Громкость. Сейчас я его даже поближе возьму. Вот так. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть буквально. То есть это говорит о том, что теоретически, наверное, продавец не обмануло меня. Вообще-то не обманул. Продавец он не обманул меня. И действительно аппарат не сильно много проработал. Так, что с обратной стороны? Давайте мы его посмотрим. Ну, давайте с боков. Царапин нет. Ничего нет. Все хорошо. Хорошо. Есть царапина. Ну, это такая царапина. На скорость не влияет. 87-й год. Аппарат. Крышка батарейного отсека. А в ней пыль. Видите, какая? Оп. Ну, это хорошо, что там пыль. Антенна. Антенна родная, ровная. Слава богу. Потому что это у нас деталь довольно-таки редкая. Так, с этого бока. Ну, есть тут небольшая царапинка. Но не критичная. Совсем не критичная. Так, что у нас сверху? Вот так аппарат у нас выглядит сверху. Есть тут какая-то такая вот царапина. Ну, не знаю. Можно попробовать. На 3,5 тысячи наждачку взять. Чуть-чуть вот это все дело пройти. Тут чуть-чуть краски. Я бы назвал бы состояние 4 плюс, 5 минус. Да, конечно, есть и лучшее состояние. Ну, а, но опять-таки, не сейчас это состояние такое. Сейчас состояние на 3. Это я уже говорю о том, что когда я его помою. Потому что, ну, я уверен даже в этом. Глаз уже наметан. Ну, и теперь, конечно, вопрос, который волнует вас всех. Ну, и меня в том числе. Что с работоспособностью? Кстати, забыл сказать. Шнурок родной. Кавасаки. Брендирован National. Ну что, включаем, смотрим. Кстати, вы, наверное, будете спрашивать все. За сколько купил? Отвечу. Значит, сам аппарат мне достался 2281 гривну, кажется. Почему такая неровная цифра? Потому что у меня больше не было. Честно вам скажу. Выгреб все. Все, что было и в карманах. Все, что было у меня на карточке. Ну, так получилось. Вот. 2281 гривна. Нет. Сбрехал. Подождите. Две. Две. Да. 2281 гривна. Нет. Все правильно. 2281. Значит, в долларах это... Это меньше 50 долларов. Где-то, наверное, 48, 47, 46. Не знаю я сейчас курса. Вот. Это за сколько я его купил. Ну, что. Включил я его в резетку. Первое включение. Включился. А, подождите, подождите. Я забыл подключить колонки. Сейчас, секунду. Вот так я подключил с 939 колоночку. Сейчас я колонку поставлю за нашу магнитолку. Так, чтобы она нам не мешала. И, как говорится, внешний вид не портила. Я ж надеюсь, вы мне поверите, что это все происходит именно с этим аппаратом. Итак. Как я сказал, уже включили. Тейп. Ну, что-то хрюкает. И... Да, кстати, кассета тут была. Вот это вот. Какая-то коника. Вот сразу... Оп. Перемотка не работает. А ну-ка, еще раз. Нет. Ну, это пасеки. Это такое дело. Давайте глянем без кассеты вообще. Ну, крутится. А ну-ка, реверс. Даже реверс срабатывает. Перемотка влево не работает. Вправо перемотка не работает. Ну, это пасеки. А ну-ка, что скажет плей? О! Он заработал. Ой, что-то там где-то вдалеке. Ну, как-то звук мне очень не нравится, я вам скажу. Я бы сказал, отвратительный звук. Ну, скорее всего, наверное, что-то с головками. Так, это что... Да, гляньте, очень сильный фон идет. Ну, фон я уже научился ремонтировать. Я надеюсь, что в этом аппарате будет та же самая проблема, что и с прошлым у меня. Вот. А это чуть получше работает. Но все равно как-то тихо. А, тут что-то с регулятором громкости. Видите? Ну, по крайней мере, кассетная часть работает. У, мне не нравится. Ну, будем пытаться его лечить. Так, теперь, что касается... Давайте переведем его в режим радио. Где у нас тут? Я вечно... Ага, вот тюнер. Ага, и что? Ай, ничего. А он молчит. А он молчит. Радио не работает. Плохо? Ну, что я хочу сказать? Наверное, из-за того, что оно перестало работать, его и убрали с кухни. Мне-то ведь продавец сказал честно, что работало-работало и перестало работать. Ну, как-то вот так. Так, значит, радио не работает, кассета, что-то там... О, ну, здесь, значит, галкнулся регулятор громкости. Есть, тут уже и громкость появляется, надо смотреть, разбирать. Значит, что касается самих колонок, вот это все желтые потеки, то, что вы видите, это все кухонный жир. Это хорошо, это шикарнейший консервант. Вот эта левая колонка так выглядит. Вот так выглядит правая колонка. Ну, что, в принципе, на этом я буду заканчивать свой обзор этого аппарата с барахолки. Единственное, опять-таки, скажите, коллеге, делать видео по обзору кассет тех, которые я купил или нет? Есть там что-то интересного для вас или нет? Как для меня, так там как-то вроде как и ничего такого особенного. Ну, все будет зависеть от вас. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр видео. Всем мира, добра, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Мира, до свидания, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok